Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня хотелось бы с вами поговорить о очень важной теме «Любовь к ближнему». Ну, перед тем, чтобы начать эту тему, необходимо разобраться, что такое «Любовь». Обычно часто многими спрашивается о любви, но сам вопрос поставлен обычно неправильно. «Любовь не есть что, любовь есть кто». Как говорит Иоанн Богослов, его также называют апостолом любви, «Бог есть любовь». Любовь исходит от личности, поэтому, говоря о Боге, мы всегда говорим о любви. Об этом часто говорит Священное Писание и Евангелие. Господь говорит в Евангелии, «Тот любит меня, кто исполняет мои заповеди, и он будет возлюблен Отцом моим, и мы обитель у него сотворим». Как раз именно в исполнении евангельских заповедей состоит и любовь. Человек называется храмом Духа Святаго. Как говорит апостол Павел, Бог не в рукотворенных храмах живет, а в словесном сосуде, то есть в человеке. В отличие от бессловесных существ, человек называется существом словесным, так как оно может говорить, рассуждать, мыслить. Поэтому, когда мы стараемся исполнять Божьи заповеди, в нас селяется Господь, то есть наш словесный храм, душу, тело, сердце человека. Вселяется не просто Господь, вселяется со Своей Божественной благодатью, с любовью. Все мы ищем счастье. Но что такое счастье? Если посмотреть на самого слова, на корень слова «часть», мы поймем, что счастье зависит от чего? Счастье – это часть чего или кого-либо. Поэтому, когда человек старается исполнять заповеди Божии, он становится частью Бога и частью Его Божественной благодати. Любовь, как совокупность совершенства, это и является то, что человек с помощью этой благодати и приобретает любовь Бога. И он в этом случае не одинок. Мы разобрались только что в том, в чем состоит любовь. Но в чем состоит любовь к ближнему? Святые отцы говорят, чтобы приобрести любовь к Богу, необходимо в первую очередь приобрести любовь к ближнему. Вот, например, Антоний Великий говорил, от ближнего зависит и жизнь, и смерть души. Преподобный Анколов, один из величайших египетских отцов Скита, сказал, «Нет возможности выстроить дом, начав сверху, но надо начать постройку с основания и возводить к верху». Его спросили, что значит основание. Он отвечал, «Основание есть ближний наш, мы должны приобретать его и начинать с него. На нем основываются все заповеди Христовы». По учению святых отцов мы имеем, есть два состояния любви – естественная и евангельская любовь. А в чем состоит естественная любовь? Каждый из нас имеет это состояние. Оно для нас естественное. Но также оно искажено в нас падением Адама и Евы. Мы можем видеть любовь друг к другу, матери к своему ребенку, любовь между друзьями. Она называется естественная, но не евангельская. Евангельская любовь – это в первую очередь та любовь, которая приобретается путем подвижничества или по-другому – мученичества. Здесь подразумевается под собой самопожертвование своей воли. Господь Евангелие сказал, что тот, кто веру имеет, тот, кто отвержится самого себя, возьмет крест и последует за Мною, тот только достоин Меня. Исполнение евангельских заповедей требуется от человека также самоотвержение своей воли. Не только самоотвержение своей воли, но и своего ума. То есть, как понять самоотвержение своего ума? Отныне теперь буду жить не так, как я хочу и как думаю правильно, а как говорит Господь. В этом состоит самоотвержение, когда человек делает противно своей испорченной воле. Делают уже наоборот. Каким образом? За зло не мстит, а делает добро – это необходимо большое усилие. Любовь к врагу должна проявляться не только в мелочах, но и в крупных делах. В мелочах оно может проявляться как? Не надо говорить про врага плохие слова, или как-то его унижать между другими, или обесславлять его. Мы всячески должны почитать любого равного. И преступника, и злодея, или простого младенца, или христианина. Мы должны относиться ко всем одинаково с любовью. Но всегда это, конечно, получается, потому что мы имеем постоянно внутри себя какое-то сопротивление. Это сопротивление как раз я и называл, как называли святы отцы, вот та испорченная природа, которая нам постоянно сопротивляется. Мы должны делать по Евангелию и стараться жить не по влечению своих чувств, а как учит нас Евангелие. Вот, например, святые отцы дают нам следующий образ действия относительно ближнего. Не гневайся и не пометозлобствуй на него, не позволяй себе говорить ближнему никаких укорительных, бранных, насмешливых, колких слов. Сохраняй с ним мир по возможности своей, смиряйся перед ним, не мсти ему ни прямо, ни косвенно. Во всем, в чем можно уступить ему, уступай. Отучись от прикословия и спора, отвергни их как знамение гордыни и самолюбия. Вот так должен поступать каждый верующий человек. И в этом зависит наше спасение. Например, Иоанн Богослов писал, если ты говоришь, что любишь Бога, а ближнего ненавидишь, это ложь. Поэтому необходимо любить ближнего. Господь, когда нас будет судить, Он будет судить нас, наши добрые дела или злые, совершенные как будто относительно Его самого. Если вы сделаете или, как в Евангелии написано, сотворите меньшему сих малых, то сотворите Мне. То есть любое добро или зло, которое мы делаем нашему ближнему, мы делаем самому Господу. Это необходимо учесть, это необходимо помнить. Еще хотелось бы отметить очень важную проблему, которая у нас, в нашем обществе состоит. Часто мы говорим, например, я очень люблю своих детей, я люблю своих родителей. Но часто мы не понимаем, что в этом состоит ложь. Какая именно? Если мы не стараемся по своей возможности, по силам исполнять заповеди Божии, то как мы можем любить своих детей, когда Бога не любят? То есть необходимо, во-первых, иметь искреннее старание исполнять Божии заповеди. От исполнения Божьих заповедей в нас возрастает вера, покаяние и любовь. Если взять образно, например, если представить себе, что мы находимся на каком-то определенном уровне духовного развития. Если мы находимся в бездействии, то этот уровень снижается. Соответственно, от низкого этого уровня мы воспитываем своих детей. Они воспитывают своих и те других. И получится когда-нибудь такой род злочестивых, которые будут творить одно беззаконие. По какой причине? По той причине, что мы не старались жить по-христиански, не развивались духовно. И благодаря тому, какие мы, мы воспитывали своих детей. За весь род мы получим ответ перед Богом. Если своих детей не спасем, то сами не спасемся. Есть такое выражение. Поэтому нам необходимо иметь постоянное доброе занятие для своего ума, сердца и тела. Так как мы не можем без движения. Человек никогда не может находиться в скуке. Он либо делает добро, либо зло. Если мы не делаем добро, значит, мы будем делать зло. Поэтому необходимо обязательно, обязательно, если мы любим своих детей, своих близких, необходимо взять в правила поведения евангельские заповеди. В них состоит наша жизнь и жизнь наших близких. Также можно привести слова, например, Серафима Саровского, который говорит, «Приобрети Дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Если мы не будем приобретать этот Дух Божий в нас самих, то не сможем и спасти своих близких. Не то, что не сможем спасти своих близких. Мы сами себя не сможем спасти. Как мы можем спасать других, если мы сами не начали путь ко спасению? Вот это необходимо учесть. Потому что мы прямо влияем на воспитание своих детей. Какие они будут в будущем и какую пользу они принесут своему государству, своему Отечеству. В чем состоит любовь к себе? Правильно имеется в виду любовь. Состоит в том, что когда мы творим добро ближнему, во-первых, мы себе делаем добро. Мы приобретаем от этого добра, который мы сделали ближнему, Дух Божий, благодать Божия, умиление, покаяние, милосердие к ближнему. Мы сами богатеем. Поэтому наше состояние, наше внутреннее состояние, доброе состояние, зависит от того добра, который мы сделаем ближнему. Совершенная любовь вон изгоняет страх. Где это мы можем видеть? Конечно, на примере святых. Очень интересный такой пример из книги Отечника-проповедника Игумена Марка Лозинского. Повествуется такое событие. Во времена императора Юлиана Отступника, это 361-362 год, были гонения на христиан. Христианские храмы были закрыты. И для того, чтобы совершать богослужение, молитву, собирались христиане на поле. Об этом узнал император и приказал своему военачальнику словить тех, кто на поле, и умертвить. Но военачальник человек был добрый и предупреждал христиан о том, что будет совершено убийство. Но однажды утром он видит, как одна женщина, взяв своего младенца, и побежала к полю. Он приказал своим воинам схватить ее и привести к себе. Тогда он сказал ей, «Убогая жена, разве ты не знаешь, что те, кто находятся в поле, будут убиты?» «Знаю», — отвечает женщина. «Ну тогда зачем с собой младенца берешь?» «А для того, чтобы мы сподобились мученических венцов». Пораженный этим ответом, конечно же, был поражен этот военачальник. Он, распустив своих воинов, пошел к императору и сказал, «Хочешь, умертви меня, но относительно христиан твоего приказания я не могу исполнить». Очень много святых, которые имели бесстрашие. Если мы по силам возьмем крест наш и постараемся жить по Божьим заповедям, тогда Господь увидит наше постоянство и терпение, даст нам Божественную свою благодать. И потихонечку, потихонечку, очистившись от своих страстей, мы приобретем то духовное состояние, которое даст нам именно не рай где-то там на небе, а уже здесь на земле внутри себя. И дай Бог, чтобы от вашего правильно разумного подвига Господь селился в вас и устроил Царство Небесное внутри вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok